Военный госпиталь в селе Бешкунгей выписывает пациентов. За последние три недели там выздоровели 150 человек. Большую помощь в лечении больных с коронавирусом оказывают российские военные медики. 13 специалистов работают на самом переднем крае борьбы с COVID-19 непосредственно в красных зонах. Подробнее в репортаже Бекумата Санбекулу. Полковник Бешикеев столкнулся с коронавирусом через два месяца после увольнения в запас. За плечами 35 лет доблестной службы в рядах вооруженных сил. Болезнь протекала в тяжелой форме. Жизнь офицера спас родной воинский госпиталь. «Все самое тяжелое уже позади. Когда я сюда только поступил, я не мог нормально дышать. Сейчас уже легче. Я горд, что армия, которой я посвятил всю свою жизнь, спасла меня от этой болезни. Врачи военного госпиталя. Работали круглые сутки, не жалели себя и смогли вернуть мое здоровье». Военный госпиталь борется с коронавирусом уже полгода. Последние три недели оказались самые тяжелые. За полтора месяца поступило 250 пациентов с тяжелым течением коронавирусной пневмонии. Уже 150 человек выздоровели. Медикам пришлось работать круглые сутки. По нескольку смен подряд российские военные врачи пришли на помощь в самый нужный момент. «Здесь создался в госпитале кадровый дефицит персонала медицинского. Нами сразу было принято решение, чтобы отдохнуть вашему медицинскому персоналу, своим коллегам, организовать круглосуточные дежурства за счет наших бригад. Это что касаемо реанимации. А в обычных профильных отделениях наши врачи-терапевты занимаются курацией всех остальных пациентов». Среди российских медиков – врачи широкого спектра. Всего 13 специалистов. Каждый уже имеет опыт работы с ковидными больными. Процесс лечения идет по отечественному алгоритму. Россияне внесли некоторые корректировки, согласованные с Минздравом. «Получаем колоссальный опыт от наших российских коллег, так как за их плечами Италия, Российская Федерация. Уже ощущаем их приезд, потому что в плане лечения, конечно, они во многом помогают, во многом консультируют». Российские военные врачи прибыли в Кыргызстан 22 июля. Цель – оказание практической и консультативной помощи. 20 специалистов были разделены на 6 бригад. Для работы в военных госпиталях Бишкека и Оша командировка иностранных медиков рассчитана на один месяц.